Что лучше, социализм или капитализм? Форма управления вечевая, народовластия или демократическая форма управления? И уже не одну тысячу лет ведет битва между такими формами управления. Есть элиты, которые уже сидят вверху, ну и жрецы, которым, естественно, им лучше демократическая форма управления. И, естественно, им лучше капитализм. Но иногда они используют социализм для того, чтобы, видишь, тут у нас как бы двуполярная форма. И для того, чтобы управлять, народы нужно разделять и потом стравливать друг с другом. И они используют вот эти, допустим, создают социализм на одной площадке, а на другой площадке создают капитализм. Причем, видишь, когда капитализм был в Америке, в то время, когда был еще СССР, они не могли угнетать сильно рабочий класс. Понимаешь, они народ не могли сильно угнетать. Потому что народ как бы ринулся в СССР. И все, и тогда бы капитализм рухнул. Поэтому в то время они фильмы прекрасные снимали, делали агитацию, рекламировали капитализм, где ты можешь достичь всего, ты можешь стать богатым. Вот реклама этого всего была. Когда я рухнул СССР, тогда уже никаких норм и морали не осталось. Все. И началась торговля органами. Людей режут, потрошат, войны устраивают. Система, пожирающая своих детей, она прям... Я думал, что это... Изначально я думал, что это метафора. Кавычка. А сейчас я вижу реально, что это система, которая пожирает детей. Поэтому народу, конечно, сначала нужно проснуться. Когда он проснется, для того, чтобы проснуться, ну, это и нужно вернуть сначала культуру каждому из народов. Свою родную культуру вернуть. Не религиозной формы управления, не то, о чем говорят религии. А то, о чем говорит культура сама. Песня, танцы, сказания были. Вот, когда культура вернется, народ станет культурным. После этого народы не будут друг с другом воевать. Они не будут поддаваться манипуляциям олигархов и капиталистов. И не будут просто воевать друг с другом. Понимаешь, до того, чтобы стравить две страны, ту же самую Германию натравить на СССР. Для этого нужно было сначала народ накачать. Понимаешь, немцы бы что, не пошли воевать, что ли? В 30-е годы они не собирались на кого выйти воевать. Для этого проводилась пропаганда. Накачивалась. И там не важно, там социализм или капитализм. Просто накачивался народ. Народ лишали культуры. Накачивали его дезинформацией. Живой. Его, когда уже накачали, они же изначально, немцы, когда сюда шли, они думали, что тут азиаты живут. Они были удивлены, что здесь такие же арийцы, славяне, люди с светлой кожей. Они поражены были. Их накачивали, говорили, что тут какие-то азиаты живут. И вот, когда они пришли и увидели, как эти русичи воюют, они были поражены. Это вот из писем, которые домой писали. Сейчас информация известна. Вот. Поэтому их еще пичкали наркотиками. Сколько-то наркотиков было. Особенно армия СС пичкали наркотиками перед боем. Там вот эти таблеточки, которые не употребляли. То же самое на Украине делали. Поэтому порой даже не важна, какая форма управления, социалистическая или капиталистическая. Если народ спит и не понимает, что его как быдло ведут на заклане, то тут уже не важно, социалист или капиталист. Поэтому в первую очередь народу нужно просыпаться, распространять информацию. Понимать, что творится. Знать вот эти, хотя бы вот в рамках здоровья. ГМО, 5G излучения. Одежда, как влияет. Как влияют слова, образы. Музыка, как влияет. Какая музыка разрушает психику. Я в школе учился, это еще и СССР был. На тяжелый металл меня сосед по парте подсадил. Я без тяжелого металла уже не мог. Я со школы приходил и все сразу врубал. Как наркотик уже был, адреналин такой, знаешь. Я не мог без него вообще жить уже. Я по радио маяк услышал. Ученые выступали. Они сказали, что тяжелая музыка разрушает психику. Я реально там осознал. А там еще про растения говорили, что растения хуже растут. Ну, то есть, прям ученые выступили, рассказали. Я послушал. Когда я это осознал, все, я поставил цель себя завязать с тяжелой музыкой. И вот я когда приходил со школы, у меня была ломка. Я не мог, представляешь, домашку не мог делать. Я садился, и меня ломало прям. Я не мог. Потом я включал, думаю, ладно, на 5 минут включу, включался. Минут на 5. Вырубал. Все, дальше какое-то время держался еще. Понимаешь, то есть я несколько месяцев слазил с тяжелым металлом. Я уже молчу там про наркотики. Кто на наркотике сидел, практически невозможно оттуда слезть. И остаться таким же психическим. Поэтому, конечно, нам нужно народу проснуться, отказать от алкоголя, как вида наркотиков. Отказаться от табака. Как тоже одного из видов наркотиков, уничтожающего целые народы. Алкоголем целый народ уничтожили, индейцев. Вот. Когда мы вот это все, народ проснется, осознает про вот эту систему дебилизации. Образование. А сейчас еще образование переводят в онлайн. То есть, когда народ проснется, вот это все начнет осознавать, когда он проснется, тогда уже ни социализм, ни капитализм не сможет его увести от истинных ценностей. У нас же, как есть, шесть приоритетов, да, правления человеком. Военный. Это когда в войну уже втравили, это уже все деграданты полные. Кто на войну пошел убивать таких же братьев, друг друга убивать, это уже все. Деградация кончена. То, что они думают, что какой-то бог их войны там встретит, нет, они там все будут в аду гореть. Только в одном варианте. Если они родину свою защищают здесь, свою семью защищают, то да, это другой вопрос. А когда они куда-то едут, там не важно, какие там цели, задачи стоят. То есть, это шестой управленческий маневр, самый последний. Это война. Дальше. Оружие геноцида. Это уже попроще. Алкоголь, табак, наркотики. То есть, народ уничтожается, плюс еще и из этого народа вытягиваются деньги. То есть, за их же деньги уничтожается народ. Для того, чтобы народ оболванить, чтобы он за свои же деньги начал сам все уничтожать и своих детей, для этого просто снимаются фильмы, пишется музыка. Все, гранты направляются на снятие фильмов и написание там всякой музыки. Все, молодежь подсаживать на эту тему. Все, уничтожается народ. Следующий приоритет у нас экономический. Все это банки. У нас же вот эти вот все погромы были. Еврейские, помню, погромы были. Несколько десятков раз. Начиная с 9 века. Угнали и уничтожали. Кого? Вот этих банкиров. А банкиры, они могли идти рука об руку только с кем. То есть, допустим, пришел в поселение банкир. Поселился на круг поселения и предлагает деньги. Кто-то будет у него брать деньги? Еще под процент. Нет, дебилов нету. Тогда что делали? Ставили трактиры. Чем занималась русская власть, которая немецкая власть у нас. Ольштейны. Они ставили трактиры, начинали спаивать народ. Представляешь, жена ждет мужа домой, он спился, все деньги пропил. Еще и дом пропил. И детей своих пропил в рабство. Крепостное. Представляешь? Тогда поднимались целые поселения огромные, целая страна поднималась. Игнали в итоге всех этих ростовщиков со своей земли. Погромы были мощные. Это паразиты. Они селились в землях и начинали давать кредиты. Экономический приоритет. Сейчас эти паразиты нормально живут. Банки сейчас во всех странах. И они захватили весь мир. Все сидят на бумажках. Кто-то на зеленых, кто-то на красных. На разноцветных бумажках. И все эти бумажки печатают вот те самые ростовщики, которые в кабалу загоняют народы целые. Люди, кормильцы, жизнь самоубийством заканчивают. Потому что семью не могут кормить, попав в эти кредиты, в эту кабалу. Кто-то взял ипотеки. Уничтожают целые народы. Причем их задача вот именно уничтожение. Они просто загнать. Выжать полностью. Всю энергию, все силы, все материальные блага. И в идеале уничтожить. Следующий у них приоритет идет какой? Фактологический. Это вот СМИ наши работают на подмену истинных смыслов, которые происходят. Те, кто в телевизор смотрят, происходит на полной дебилизации телевизора. Потом у нас идет какой-то приоритет. Исторический. Не надо поменять историю. Потому что, если ты знаешь, что у тебя, твои предки были непобедимы, русичи, то ты никогда не проиграешь. Тебе невозможно будет победить. Как немцы пришли к выводу, что Россию невозможно будет победить, когда узнали, что девочки 92% действенницы, что у этого народа мощная культура, что этот народ будет биться до конца. народ не сможет стать рабами вольными. Тогда они поняли, что победить невозможно. Ну и считается, что якобы первый приоритет, идеологический. Все идеологии у меня. Ну тут уже религии работают. Религии, идеологии разноплановые. Так вот. А есть еще надприоритет, самый высший приоритет. Вот именно он и влияет на судьбы народа. Хотя о нем вообще никто не говорит. Нет, говорят. Есть. Там все идет разделение сразу влево и вправо. Все. Есть приоритет истинных ценностей. А есть ложных ценностей. Все. Истинные ценности. Это семья, природа, род. Культура. Вот. То есть это истинные ценности. Да, дети. То есть, ну истинные ценности. Они связаны с Богом, с родом. Родина, народ. Истинные ценности. Человек, когда находится в истинных ценностях, он уже осознает, что наркотики это плохо. Война нужна. То есть не нужна такая армия. То есть воевать ты встанешь только, если на твою родину напали. защищать свою родину. Если каждый из народов земли будет воевать только в одном случае, если на его родину напали, тогда воин вообще на земле не будет. Понимаешь? Какие бы возгласы ни были, на чужой земле нельзя идти воевать. Когда народ истинные ценности поймет, то будет мир на всей земле. И жречество темное, и капиталисты, и вожди социалистические, они не смогут управлять народами. Народ станет свободным. А есть ложные ценности. Тут уже и ложное питание, синтетическое, гамошное. Тут уже наркотик, алкоголь, табак. Тут же у нас находятся все лживые переписанные истории. Все вот эти кредиты. То есть вся вот эта куча, все телевизоры. Со всеми уваженными вот этими фильмами. Вот это вот у нас система, так называемая. Вот эта система, она под собой, под собой имеет основу ложных ценностей. Когда ты начинаешь истину понимать, суть понимать. Вот книга Анастасия, она мне помогла суть понять. Я там уже был вторым штурманом, уже должен был капитаном, просто мне было 23 года. Анастасия прочитал. У меня все встало на свои места. Тогда я завязался морями, там занялся строительным бизнесом. И все. Я уже за свои деньги ездил, снимал про родовую поместье в фильме. Для меня дико было, когда я приехал в поселение, и мне молчанок в нашей команде. Мы там за родовую поместью с автопробегом ездили. И мне молчанов, не только мне, всем нам предложил шарфики, там на них написано было, злечики в России, по 100 рублей. Конечно, для меня это было дико, когда я десятки тысяч тратил просто. Там с барнами путешествовал, про них фильмы снимал, билеты сам покупал. В последнее время уже ребята начали мне помогать с билетами. И когда мне вот это молчано, за 100 рублей начал шарфик свой продавать, для меня это было дико просто. Человек, который живет в поместье, и он не пытается за 100 рублей продать шарфик нашей всей команде, которые бросили там свои дела, свою работу, со свои деньги путешествуют. Представляешь? Вот с этих моментов и видно истинные ценности и ложные. То есть человек может и в поместье жить, но у него будут ложные ценности. И тогда ему уже ничего не поможет, ни поместье, ни окружающие люди его осознанные. Вот кто Анастасию прочитал и душе ее прочесывал, тот никогда не будет стоять на ложных ценностях. А вся система стоит на этой лживой идеологии. И вот основа, неважно в каком ты строе находишься, социалистическом, капиталистическом, вот основа, когда все люди осознают, что самое главное, тогда уже мир наступит. Для этого нужно проснуться от морока, убрать шоры, хотя бы для начала Анастасию прочитать, осознать эти книги. Осознать ту древнюю культуру ведическую, о которой говорит Анастасия, которая была на Руси. Не языческая, а ведическая. Вот, когда люди все это осознают, проснуться, начнут детей воспитывать. И вот тогда уже, даже если у нас будет на Руси президент, даже если у нас будут депутаты, даже если мы не сможем прийти к вечевой форме управления еще, но эти люди все будут осознаны, и депутаты будут жить в поселениях родовых поместьй, а не где-то за границей поместья иметь. Они здесь, на Русской земле. То есть это обязательно должно быть условие, что человек депутат, если мы доверяем власть, то он, его дети, должен жить здесь, на Русской земле. То есть надо прям обязательным условием, чтобы он не мог выехать за границу. Когда он не сможет выехать за границу, то ему не нужно будет много воровать, чтобы он обязательно жил в родовом поместье. И вот, и тогда он поймет, там много-то не надо, ты в поместье живешь. И тогда ему смысла не будет воровать, позором. Когда он будет понимать, что он не сможет, если он так будет понимать, что он не сможет убежать за границу, и что он может весь свой род позором покрыть. заворот тогда он не будет воровать поэтому конечно не важно какой строй социализм конечно круче но социализм должен быть новый социализм этот социализм могут построить только люди которые осознанно если даже будет президентом депутаты но не будет все осознанные будут здесь иметь свои родовые поместья и обязательное условие для депутата жить в родовом поместье для президента то тогда и деньги будут вкладываться в россию они за границу все деньги триллионами вывозится все за границу тогда и порядок на руси наступит